Всем привет! Я сегодня хочу поделиться результатами лечения в центре, очном лечении в центре Бердавит. Совсем недавно мы там были на лечении и очень рада, что у нас выпала такая возможность побывать там. Начну с того, что перелет из Казахстана в Израиль получился немного сложноватым, потому что Глеб не понимал, когда нужно было застегнуться, зайти в самолет, сесть на сиденье, сидеть спокойно или, например, подождать очередь. Он реагировал бурным криком, не хотел кушать там еду. И, в общем, то он начинал играться там, закрывать-открывать люки, откидывать вот эти вот столики на переднем сиденье. В общем, доставлял такой дискомфорт окружающим. И я, конечно, перенервничала, но, в общем, все позади. Когда мы прилетели, он вел себя вполне так спокойно, ну, потому что был незнакомый такой, незнакомый дом, незнакомая местность. И он, как бы, видимо, немножко так побаивался, и поэтому вел себя спокойно, и прекрасно меня слушался. Вот. Потом, когда у нас началось лечение, первые дни, ну, где-то 2-3 раза, он тоже, допустим, ну, не хотел там ложиться там на кушетку, на процедуры. Все это тоже немножко с криком было, с шумом, но это буквально, по-моему, 2 или 3 раза, если не ошибаюсь. Вот. На третий, четвертый раз он уже сам туда залазил. Например, ну, только подходила наша очередь, он залазил на кушетку, к Аркадию, к Йосифе, и спокойно уже лежал и принимал лечение. Вот. И вообще он в первые дни, он уже запомнил, где наша квартира находится, где наша улица, и он уже хорошо ориентировался. Мне даже приходилось и то фотографировать, допустим, номер дома, где мы живем, чтобы не заблудиться, потому что, ну, местность такая, как сказать, все похоже, дома похожи, и для меня было сложно сориентироваться. А он бы это все запомнил. И запомнил на второй день, когда мы уже приехали к Давиду в центр, он тоже запомнил, куда нужно идти, в какой подъезд, получается, и где квартира находится. Это он все сразу запомнил, получается. Вот. Где-то вот на третий раз он уже дома вел себя очень спокойно, как будто бы у себя дома, и участвовал во всех процессах, которые там происходили. Ну, допустим, если проходило лечение, если мне делали какие-то процедуры, он сидел рядышком и смотрел, как мне это все делают. Если мне было больно, он подходил, целовал меня, заботился, проявлял такую заботу обо мне, мне было очень приятно. Ну, вот. Потом что еще? У нас была такая проблема, он толкал детей. Маленьких, ну, и постарше таких совсем взрослых он не толкал. Но, в общем, была такая проблема. И Давид ее исправил буквально там за пять минут. Применил свой метод. Так скажем, клин клином вышибал. И, в общем, буквально за пять минут, и все, после этого он уже детишек не толкал. Вот, потом что еще было интересного? Хорошие изменения начали происходить где-то через две недели лечения, которые я уже вот прям явно стала замечать. Я вот даже записала себе немножко. Боя. Пока!